Убийство произошло в одной из квартир этого дома. В субботу вечером мужчина заглянул в гости к своей знакомой. Сначала общались непринужденно, затем вспыхнул конфликт. Визитер набросился на хозяйку. Причина ссоры была в частности оскорбление. То есть она оскорбила его как мужчину. И он назвала его ничтожеством. И он посчитал для себя это достаточно веской причиной для того, чтобы совершить преступление. Вначале нанес ей телесное повреждение, после чего задушил шнуром от удлинителя. Совершив злодеяние, преступник скрылся, прихватив с собой ноутбук, мобильный телефон и ювелирные украшения на сумму более 200 тысяч рублей. Труп обнаружили родственники спустя несколько дней. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса убийства и 158 кража. С момента обнаружения жертвы и поимкой подозреваемого прошло полгода. За это время сотрудники следственного отделения и оперуполномоченные проделали большую работу. Определили круг общения жертвы. Проверили на причастность к убийству несколько человек. Все улики указывали на недавнего знакомого женщины, нигде не работающего 30-летнего жителя Украины. Было установлено, что на следующий день после совершения преступления данный гражданин выехал за пределы Российской Федерации в Украину. Был осуществлен выезд в город Лисичанск, Луганскую область, в Республику Украина. Данное гражданин там отсутствовало. Было установлено, что выехал в город Белгород. Сотрудники следственного комитета также и уголовного розыска выехали в город Белгород. Но также местонахождение там не было установлено. Он снова уехал. Беглеца задержали лишь в конце ноября. К тому времени подозреваемый вернулся в Пермь. Он признался в убийстве и сообщил, что краденые вещи уже успел сбыть. Сейчас злодея ждет суд. Елена Еговцева, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.